Сегодня 15 июля, яровая пшеница, листья, влаговые листья, подфлаговые листья, прожимые ржавчиной. В этом году благоприятная погода, в целом для всех инфекций, и для самой пшеницы. И что я здесь не сделал, я здесь не защищал пшеницу, не работал фунгицидом по флаговому листу, отработал только один раз фазу трубки, трубкования. И вот что получилось. Это просто массив у меня, он не в рамках опыта. То есть здесь уже опрыскиватель отключался. Опрыскиватель отключался, и здесь как раз эта инфекция и проявилась. А вот там, где он не отключался, естественно, все намного лучше. Где он работал именно в рамках опыта. Листья не так прожжены. Разные варианты. Ржавчины нигде нет. Этот участок, он без удобрения инфекций. Здесь было две фунгицидных обработки. И вторая фунгицидная обработка, это был абакус, фазу флаговый лист, начало калашения. То есть в этот период, конечно, инфекция уже начинает. Проявляться действие препарата, я думаю, давно уже закончилось. Но все равно посев еще пока держится. В отличие от участка, где опрыскиватель отключался. Сейчас мы до него дойдем. Здесь уже как раз. Здесь уже вегетация у нас, можно сказать, листья, флаговый лист отмирают. Умирает. Потихонечку все это будет завершаться. Сейчас это молочная, молочная восковая спелость. Но из-за того, что нет венетативной массы, это сейчас все быстро, быстро, пшеница быстро начнет созревать. Так что вот такая вот разница есть. Считаю, что это достаточно полезно. Я очень редко выявляю такие вот контрасты. Потому что не всегда в рамках года складываются погодные условия, как в сторону развития растений и инфекций. Еще плюс можно увидеть такое явное действие, явную работу фунгицида. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.